То есть книготворение. Что это за книга? Ну что, дать каполистический урок? Окей. Вкратце. В древности люди ценили книги. Почему у нас в России мы макулатуру сдавали за книги? Когда-то. Потому что книги несли и несут мудрость. В древности читали очень немногие. Поэтому читали люди с большим интеллектом. Или люди, которых выделяли из общества. И они становились жрецами. Они становились монахами. Они становились определенной кастой, у которых просили совета. Которые смотрели в будущее. Которые читали. Не важно, что он писал кленовой палочкой. Окей. И выдавливал что-то в глине. Он это умел. Он ввел учет. Таких людей было на миллион один. Значит, из этого пошла мудрость. Как только мы видим, что книги несут мудрость, мы к книгам относим определенный статус. Мы берем книги и говорим. Вот эта мудрость нашего мира заключена в этой книге. Вот мудрость следующего мира заключена в следующей книге. Мудрость прошедшего мира заключена в прошедшем. В этой книге. Например, если мы возьмем книгу «Мертвых Тибетов». Все читают. Ой, книга «Мертвых Тибетов». Но у нас же есть книга «Мертвых» в Египте. У нас есть книга «Мертвых» в китайской культуре. Окей. То есть определенная мудрость потустороннего мира в греческих мифах. Везде у нас есть мифы о потустороннем мире. Эти книги. В книгах заключена мудрость того мира. К чему это все говорю? Всевышний создал много миров. Всевышний создал определенную иерархию для того, чтобы дойти до нашего мира, в котором мы живем. Мир реальности. Окей? Мы говорим следующее. Мы, буддисты. Мы говорим следующее. Будда открывает глаза и создает мир. Но это их. Из этого мы можем взять урок. Для нас создается реальность из книг, из мудрости Бога. Каждому миру присуща своя книга. Книга и цера, книга создания, присуща миру и цера. То есть, перед тем, как эта ступень от нашего мира в другой. Вот и все. Скажи мне, Илья. Я сказал все. How? Нет, я хочу тебе напомнить еще один момент. Я помню, как-то ты пришел в синагогу, в которой занимались русскоязычные евреи по субботам. Помнишь? И сидела достаточно такая приятная компания людей. Занимала все места возможные. И ты рассказывал тогда о том, что когда ты решился открыть бизнес. Потому что потерял работу. Получил работу, потерял работу. И ты решил открыть бизнес. И ты сказал, я один бизнес открыть не могу. У меня есть партнер. Это Всевышний. И я повесил на офисе Мизузу. И сказал, так же, как партнеру, я должен платить зарплату. Так же с Всевышним я буду делиться. Помнишь такое? Помнишь такое? Когда ты говорил о том, как люди ищут свой путь к Богу. Я помню наш с тобой общий друг, кстати, Алик Гиндис. Помнишь такого? Он ведь где-то тоже в Израиле живет сегодня. Он когда-то рассказывал нам с тобой 33, я думаю, или 4 года назад, что он открыл компанию на Бродвее компьютерную. И потом понял, что у него там 200-300 программистов работают. И они ожидают, что он заплатит. И все зависит от того, что кто-то позвонит и купит у него какую-то программу. И вот он начал молиться. И вот он начал ощущать свою зависимость от небес. То есть ты говоришь о том, что человек может прийти в синагогу. Человек может взять в руки книгу, но человек может столкнуться с какими-то жизненными ситуациями или даже, в частности, с бизнесом и как бы увидеть Бога в жизни, в своем собственном бизнесе. Как ли это было в твоей жизни? Когда я пришел в синагогу, мы все молимся, правильно? У меня проблемы с ивритом. Меня хотели выгнать из английской школы три раза или два раза. Первый раз за произношение, второй раз за то, что я не мог разговаривать с английским акцентом. Дедушка был очень умный человек. Он заплатил, и меня продержали. Но к чему я это говорю? Когда я пришел в синагогу, я не мог молиться. Я до сих пор читаю с трудом на иврите. Мне сказали так. Ты должен выбрать что-то для себя, какую-то молитву, и internalize it inside. То есть взять и запустить ее вовнутрь, чтобы она была твоей. Я всегда хотел бабок. Дайте мне деньги. Я для чего приехал в Америку? Чтобы деньги делать. Поэтому в конце утренней молитвы у нас есть маленькая такая на полстранички молитва для запарноса. За того, чтобы мы получали бабки. И вместо того, чтобы я читал весь Шахарид, я читал Шма-Исраэль, что-нибудь, может быть, еще, и эту молитву. Каждый день я читал эту молитву для того, чтобы она вошла в меня. Каждый день я думал о том, что это все не мое. Ты в это не веришь. Люди в это не верят, я до сих пор в это не верю. Окей, я думаю иногда, о какой я умный. На самом деле, какой дурак. В чем заключается вот это битье Ивы? В том, что мы изменились. Мы должны измениться. Как мы изменяемся? Мы изменяемся, когда мы берем на себя что-то и начинаем это делать. Может быть, тупо. Может быть, бессмысленно. Но начинаем это внедрять в нашу жизнь. Мой учитель по карате вчера мне сказал, перед тем, как человек будет говорить со мной про Вселенную, он должен уметь делать удар ногой, рукой и стоять в правильном стенде. в стойке. После этого, после 20 лет, я начну ему рассказывать о Вселенной. То же самое в идаизме. Мы что-то берем, мы что-то делаем, и вдруг, через 20 лет, на нас падает свет с Вышнего, мы понимаем, что происходит, откуда ноги растут, и нам дается браха. Может быть, эта браха никогда не придет, но я думаю, что она всегда приходит. Потому что, если мы это делаем постоянно и с душой, всегда браха, всегда благословение приходит. Поэтому, что я могу сказать русскому еврею, который приходит в синагогу, потому что у него душа пылает. Мы приходим в синагогу, потому что у нас душа и сердце пылает. Правильно делаете. Но когда вам дадут отворот-поворот, не думайте, что вам дали отворот-поворот, потому что они такие плохие. Для вас приготовлено другое. Или вы придете к этому потом, или вы найдете что-то, что вас откроет, и вам дадут что-то, от чего вы будете получать наибольшее удовлетворение в жизни и наибольшую любовь. Может быть, это женщина, может быть, это дети, может быть, это еда, может быть, это портвейн. Не знаю. Окей, у каждого свое. Илья, ты знаешь, я задам тебе, может быть, неожиданный вопрос. Провокационный даже, в каком-то смысле. Когда ты выезжал в 79-м году? В 82-м. В 82-м, прошу прощения. В 82-м. Когда ты выезжал в 82-м году из Ленинграда, надо сказать, что в 82-м году надо было еще умудриться выехать. Там вообще уж никого не выпускали. Как ты вообще уехал в 82-м году? Чудо. Это было чудо. Я в 81-м выехал, и это было уже, казалось бы, последнее ласточки, потому что там же Афган, все это произошло уже, практически прекратился выезд. И вот когда ты выехал, ты ведь теоретически мог поехать в Израиль тогда. Интересно, мы не можем говорить о том, как бы сложилась твоя судьба, если бы ты поехал в Израиль в 82-м году, и где бы ты был сегодня, потому что этого никто не знает. конечно. В каком-то смысле, вот я как израильтянин тебе скажу, что в каком-то смысле может быть достучаться до синагоги в Израиле или до богов в чем-то даже немножко труднее. Может быть. Но вот сегодня, почти 40 лет спустя, как ты рассматриваешь страну Израиля? Где ты чувствуешь себя дома? Когда ты приезжаешь в Ленинград, когда ты здесь, в Бруклин, в котором ты прожил много лет, или в Ферлоне, в котором ты уже прожил наверное больше всего в Нью-Джерси, или когда ты приезжаешь в Иерусалим? И как ты видишь свое будущее? Во-первых, что я тебе могу сказать, что я сейчас подаю на Алию, и одна из бумажек, которая у меня есть, моя мама сохранила визы, с которой мы уезжали, израильские визы. Я тебе говорил, очень интересно. Я американец, я не русский. Но я русский, потому что, во-первых, во-первых, я специально не изменил свое имя. Это было сделано мной специально, потому что я подумал, что Бог мне дал определенный experience, определенную историю, которую я не могу вычеркнуть. Почему я это сделал? Потому что мы, евреи, живем с нашей историей. Мы идем вперед, но мы никогда не забываем, что с нами произошло. Потому что мы свидетель прихода Бога в этот мир. Может быть, интуитивно я это тоже сделал со своим именем, Илья, я никогда его не изменил. Я изменил свое еврейское имя. Это было. Но я не изменил свое русское имя. В данный момент я думаю, что Америка это моя страна. Но одновременно без Израиля я не могу жить. я очень горжусь тем, что произошло лет 8 тому назад. Обычно я в Израиле 2-3 раза в год. Я не ездил в Европу, я не ездил в Таиланд, я не ездил никуда. Но мне надо было всегда раз-два года поехать в Израиль. Я женился, первая поездка у нас была в Израиль. Так лет 8 тому назад я не был в Израиле целый год. Перед Рашишаной я вскочил в самолет и поехал на 3 дня. 3 дня здесь заправился бензином, приехал обратно. Израиль это то место не смотря на свои проблемы, не смотря на то, что, например, у меня нет очень малого родственников, у меня куча знакомых за 40 лет появилась, мало родственников. Израиль то место, которое нам дает жизнь. Я приведу пример из своей молодости. Когда была война 67 года, евреи подняли голову, теперь мы абсолютно другие, теперь мы можем дать отпор. Нам не скажут слабенький уродец, окей, теперь нас побоятся, потому что теперь мы не боимся взять оружие в руки и пойти на врага. и когда я вижу в Independence Day над своим балконом F-15, F-35 самолеты, которые пролетают на параде независимости Израиля, я плачу, так же, как я плачу в Йом-Кипу. Я действительно плачу, я сейчас плачу, потому что я горжусь своим народом, я горжусь своей страной, и самое интересное, что я горжусь, что у моего народа есть обалденно глубокая душа и обалденно мягкое сердце, потому что неважно, тебя могут облапошить, тебя могут нагрубить, тебя могут послать к чертовой матери, это все есть у нас, но когда начинается действительно большая проблема, большинство людей сплочается, и большинство людей приходит тебе на помощь, если тебе она нужна. В нашем сердце Бог заложил такое, где ни у кого нет такое. И поэтому я плачу, когда я вижу F-15, F-35, пролетая на моем балконе, я знаю, что там сидит еврейский мальчик, который меня и мою страну защищает. Он защитает не только меня, он защитает мою историю, моих детей, мою внучку, мою страну. Поэтому да, в Америке у меня бизнес, окей, я буду жить и там и сям. Ну и там и сям. Я думаю, что Израиль это моя душа, Америка это мой карман. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями и за то, чтобы все-таки не на следующий год, а уже в этом году мы встретились с тобой в Иерусалиме. Я тебя обнимаю и до встречи. Пока жду тебя здесь, но все-таки надеюсь, что мы встретимся и там. Всего тебе хорошего, спасибо тебе большое. Аминь, давай, спасибо. Пока.